Полуфабрикаты высокой степени готовности могут быть везде. Я был... Мы ездили, когда в Австрию, там, например, там... Эти компании работают, например, там на авиарынок большой, да, там доставляются. Это фабрики кухни, которые находятся прямо в этом. Это большие компании для проведения ивентов, да, так называемых больших мероприятий на несколько тысяч человек в определенных... на определенных площадях, в специальных отведенных, да, или даже просто, которые выстраивают немцы, вообще выстраивают гигантское количество просто палатки вот эти вот, которые есть. У нас, кстати, тоже они есть, и все это привозят. Это одна из платформ для гастрономических фестивалей. Фестивали, да, фестивали, это много. То есть это не должно умереть, для этого есть рынок. Нет, рынок есть, но вот законодательно очень сложно это все. Во-первых, потом есть еще одна система. Вот мы были, когда в Австрии, я все спрашивал, знаешь, вот постсоветский человек говорит, а если вам продукты не привезли, вы что делаете? А там же это машина. Он говорит, как не привезли продукты? Ну вот тут у них нет карты. Он говорит, там 40 человек поставщиков еще вокруг стоят в очереди, на секунду опоздает, говорит, следующий просто придет. Это вот проблема, да? То есть она там как-то там решается. Вот у нас есть такие вот, исходя из реалий сегодняшнего рынка, у нас есть такой вот для них весьма глупый вопрос, который, ну, в общем, находит ответ. Так вот, там такое оборудование, и вот это вот технологии там быстрого приготовления и быстрого охлаждения для того, чтобы можно было там при температуре, там, например, плюс два, там срок хранения там две недели. Там во Франции две недели, в Сене наше 21 день. Моц говорит, ну, у нас нельзя, надо все заморозить. О, заморозить. Ну, заморозить, потом там дальше. Разберемся потом. Ребята, это не еда получается, понимаете? Особенно, если ты два раза разморозил, заморозил, это, конечно, не еда. Вот, это проблема. Это вот проблема, к сожалению, вот... То есть чисто регулировка юридическая, законодательная. Регулировка, да, там на Западе есть там, ну, когда... Вот, Володь, помнишь, да, вот эту историю с мясокомбинатами в Австралии, когда все происходит, все там в чистейших помещениях, как в хирургическом кабинете, забой, кровоспуск, все вот это вот. И когда там говорят, что мясо может, упакованное в вакуум, храниться при температуре плюс два, там, что-то там чуть ли не полгода, наши говорят, нет, такого не может быть, мы не дадим вам это... Бескостное мясо. Да, бескостное, да. Сертификаты... Точти три месяца. Почему не может? Потому что... Ну, санитарно-гигиенические нормы такие, что когда ты обработал это, что, соответственно, если нет такой идеальной операционной частоты, то ты эти бактерии заносишься, они начинают размножаться. Все равно они начинают. В этом проблема. То есть не верят они австралийцам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!